Добрый вечер, дорогие друзья! Хочу поздравить всех с победой! Возле долгого пережива, ввиду определенных причин, мы опять начинаем с вами готовить. Сегодня мы с вами приготовим гурма босбаш. Это национально-азербайджанское блюдо, похожее чем-то на босбаш, тикя босбаш, но немножко отличается. Для этого нам понадобится лук, две небольшие головки, конечно же, баранина такая, где-то у нас здесь полкило, но мы посмотрим, может быть, уменьшим. Жирная баранина, соль, перец, каштаны нам нужно будет, картошка, ее здесь пока нет, потом омча сушеная, зелень, кинза, кешниш, и еще что. Ну и вроде все, может быть, добавим еще горох. Да, гуйрух может добавить, но здесь мясо у нас очень жирное, мы можем сделать это. В принципе, по рецепту, он, как раз, так и готовится. Да. Гуйрух, а можно и масло. Вот такие у нас жирные кусочки. Для начала мы их вот так. Небольшие кусочки варежем. Ну, кусочки такие, да. 30-40 грамм. 30-40 грамм. Так вот, мы держим. Мы в 20-м году заслужили громадную победу, величайшую победу. Мы добились того, к чему стремились 30 лет. Величайшая победа за эти 44 дня. Так что, мы это сделали. Слава нашей армии, слава нашему народу. И что-то все у нас, иншаллах, получилось. Мы превратим, как бы, Карабах в жемчужину. Кавказом, иншаллах. Все, мы нарезали мясо. Сейчас мы его помоем хорошенько. Посолим, поперчим. Посолим или посолим? Посолим. Посолим. Так, нарезаем лук. Так как это у нас жидкое блюдо, я его нарежу вот такими небольшими кусочками. Мелкими кусочками. Не совсем мелкие, но не так. Харда-харда. Харда-харда это совсем мелко. А я надеюсь... Как бы чуть выше харда, да, получилось? Ну, опять-таки... Хардоватенько. Хардоватенько. Я, между прочим, соскучивался. Сколько времени мы не снимали. Мне нужно, примерно, посчитать, где-то с сентября, да? Конец сентября уже все. Нет, мы с сентября один ролик снимем. А, да, да. После ваше сентября. Немножечко мясо посолью. Немножечко поперти. Как я соскучился. Так, я соскучился. Кто вы знал? Сколько лет, а сколько зима? Немножечко настояло. Сейчас. Наступится. Сюда бросаем наше мясо. Прибавляем гал. Будем обжаривать. Немножечко курицу оставим. А сейчас будет. Мы должны обжарить с вами мясо. Хорошенько с луком. И жарим на груди. Мясо посоленное. И чуть-чуть поперченое. На вкус. Добавляем. Бросаем сюда. Семеную алчатку. Моё фамилию. Семеную алчатку. Вот так. Вовляем. Шабалут. Наш шабалут. Слушай, немножко немножко. Шабалут, это у нас каштан. Порозавеет. Говорю сразу, что каштан уже вареный. Да, он готовый. Готовый, очищенный. Сейчас он просто будет обжариваться. Ой, какая шатурочка. Такой я голодненький. Я с сентября месяца ничего не кушаю. Не кушаю. А с голодненький. А с сентября месяца голодненький. Какая алчатка. Вот как шарик, она двух. Все-таки это правда. Ты правильно ты говоришь, что алчатка бросает. Потому что вкус совсем другой. Все. Мы это убираем. Потому что наш уже лук горит. Дорогие друзья, а с линдарь, а с линдарь. Как бы, если правильно посмотреть. Тут готовится на бульоне. Но учитывая то, что здесь есть гури рук. Есть жирное мясо. И еще если мы сделали бульон из барани, то это было бы очень жирно. Все. Переложили сюда. Можете залезть горячую воду. Можете холодную. И сейчас это все у нас будет вариться. Доведите до кипения. Газ убавьте. Пусть она у нас варится. Легким ходом. На маленьком огне, пока мясо у вас окончательно несет. Как только мясо будет готово, мы его заправим. Соль, картошечка, зелень и так далее. А сейчас у нас ничего делать не будет. Не солить, не перчать. Сейчас просто мясо сварится. Просто будем усередать ждать. Дорогие друзья, видите, наше мясо варится. Я думаю, что у меня 30-40. Еще пойдет. Галенчик должен вариться. До тех пор, пока мясо мясо полностью там не сварится. Можете сделать, от порции зависит 3-4 штуки. Если у вас мясо много галенов, сделайте больше. Если мало, то вот так. Вот сколько там? 5 штучек? 5 штучек. Ну, они маленькие 3-4 штучки. Чехлы, да? Они за 5 минут сварятся. Это когда будем бросать картошку? Это в самом конце, когда мясо сварится. А картошки, кстати, целые будем бросать? Да, да. Ну, это же кефта, как кефта будет влажно. Угу. Все, понятно. Нарежем наш киснейш. Мелко-мелко. Это большие головки я уберу. Сейчас пойдут комплименты по поводу лавка. Как всегда. Радую то, что это не те комплименты, которые после войны наши соседи писали у меня на канале. Громадное количество этих комплиментов было. Ну, надеемся, надеемся, что с каждым ременьком комплиментов будет меньше и меньше. Соседи все-таки научатся в мире жить. Есть такая пословица на заболеванском «Узовком нам яхну к вамшу якшина». Что дословно переводится как бы лучший, близкий сосед, шандальный родственник. Ну, соседям да. Да, потому что соседам не повезло. Ну, и что? Что тебе делать? Родину и мать не выбирают. Как и говорят. Я все вознешал, все будет хорошо. Дорогие друзья, нам терпение. Обязательно, я с большим удовольствием мечтаю, что когда-нибудь я поеду в Шушу. Что когда-нибудь, в ближайшее будущее? Нет, в ближайшее будущее годик нам пока запрещают, потому что я сказал, что там контакты с меня есть. Годик-два. Годик-два нам сказали, что пока Файк из Моил, тебе нельзя туда ездить. Там Минина, и все остальное, как бы потом придут порядок. иншаллах. Я обязательно сделаю очень много роликов о нашей Шуши. Я даже во сне представить не мог, что когда-нибудь такое чудо, я буду говорить за кадром. Это совершилось. На самом деле это счастье как бы не передавание. Клян, он отбирался. Вот. Все это достаточно. Немножко. Этот шафран мне подарили, Хураман Ханум. У нее в Бельгия груботворяем растет. Дорогое удовольствие. Это настоящий шафран. Сейчас я вам покажу. Видишь, это настоящий шафран должен быть цвет желтый. Так она мне объяснила. А у подделки шафрана цвет бывает красный. Потому что это краска. Настоящий шафран должен быть сары. Сары переводится как желтый. потом по вкусу надо посмотреть. Дождем по вкусу когда глаз как у нас. Лучше диагноз поставить. вот мы почистили наши картошечки целиком. бросаем сюда. Два три четыре пять шесть. шесть. Много получается. Смотри, какой он жёлтенький. Видишь? Вот он ему сейчас цвет даст. шесть. Это был наш зефер. Чуть-чуть посадили. Посолим. Посадим. Я добавила зефер. Видите, он цвет цвет. Картошку. И чуть попозже закипит. Нормально. Я же добавляю сарыфикин добавляю. Там его нет? А вот зефер. А, его смещик зефер, да? Да. Закрываемся. Добавляем уже готовый наш отваренный коров. Две ложки хватит, в принципе. Я думала, что да. Ещё, ещё, ещё. Потому что вкус должен быть неповторимый. Всё. Через пять минут мы можем сваривать. Вот. Мы выключаем газ. Обязательно зелень. Это должно настояться. Да, конечно. Добавляем нашу зелень. Это наши кинзы. Всё. Пока закроем крышку, зелень немножко впитает себя придёт. зелень. Дорогие друзья, я на самом деле с сентября месяца не кушал. полагаловался. 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 Он я я я с и я в я